Всем привет, с вами Евгеньевич и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Сразу скажу, я не специально, но опять большинство новинок, так сказать, склоняются в газовую сторону. Я не знаю, но такое ощущение, что большинство производителей в принципе переключились на газ, в том числе внезапно ЦИМа. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rus. Но кроме газовых новинок, нас ждут новости от Strike Arms, новости магазинов и кое-что про снарягу. Но начать выпуск я хочу с довольно частого вопроса, который вы оставляете в комментариях. Евгеньевич, что там с грозой от Strike Arms? Какие вообще новости? Ну, погнали смотреть, что изменилось с последнего раза, когда я рассказывал про грозу. Но, во-первых, производитель по просьбам пользователей решил доработать покрытие. И теперь оно и по цвету, и по фактуре максимально приближено к оригиналу. При том, что оно очень прочное и износостойкое. Во-вторых, затвор у грозы теперь будет из литого алюминия, и точно уж не на 3D-принтере, как это было на выставке. Корпуса магазинов тоже стали намного прочнее, потому что они стальные, штампованные. И, кстати, и зуб, и зацеп тоже стальные. А внутри магазинов стоит усиленная пружина от Empower, поэтому подача у магазинов будет хорошая. Наверное, самая главная фишка грозы – это подствольный гранатомет, и он, наконец, доведен до серийного вида. Теперь он стальной, с литым резиновым кожухом и оригинальной бакелитовой рукояткой. Его, кстати, можно использовать и отдельно от привода, как самостоятельный гранатомет. Например, с платформой Кастет. И, как я и говорил ранее, он работает со всеми гильзами от различных производителей. Тут у вас полная свобода. В комплекте, кстати, идет сразу три сменных ствола. Специально под Тюльпан, Чекист и Подмоски Т. А еще с Трайкарус наконец определились, на какую ВВД будет рассчитан базовый комплект. Тот, который ВВД. Так вот, кит-комплект Грозы под ВВД будет комплектоваться фрезерованными из пластика стенками для систем PolarStar и Phoenix. Эти ВВД будут вставать в этот комплект штатно. Их можно поставить или самостоятельно по инструкции, или обратиться в мастерскую Combat Union. Другие ВВД-системы тоже можно поставить, но, вероятно, они потребуют подгонки. Но хорошая новость в том, что модель стенок для ВВД под Грозу будет выложена просто в открытый доступ. И разработчики ВВД-систем, если, конечно, захотят, смогут сделать нужные стенки под этот продукт и под свою ВВД-систему. Как я уже говорил, с АЕК-версией Грозы будет идти сразу несколько пружин. На 120, 130, 140 и даже 150 метров в секунду. И вот так просто эти пружины будут меняться. Показано наглядно на видео. Ну и, наконец, самое главное, это в какой упаковке будет поставляться Гроза. Базовый вариант это картонная коробка с пластиковой ручкой и наполнением внутри. А продвинутый вариант это такой алюминиевый кейс со стальной ручкой и даже с защелками. Ну, а теперь немного о грустном, потому что дата начала отгрузок Грозы перенесена на осень. Напомню, что раньше это было лето. Но мое мнение, лучше подождать, пока продукт полностью доработают, исправят все мелкие косяки и уже потом выпустят. Чем выпустить раньше и потом дорабатывать какие-то мелкие недочеты. Поэтому ждем. Я тут подумал, что когда я смотрю на всякие зарубежные версии страйкбольных гранатометов, я всегда радуюсь, что мы живем в России и у нас есть нормальная страйкбольная пиротехника. Потому что всем остальным приходится как-то корячиться вот с этими газовыми гильзами, которые делают пшик шариками. То есть, по сути, это какой-то не гранатомет, а передробовик. Как пример, вот компания Кэджек Лоу сделали вот такую реплику РПГ-7. Да, детали из алюминия и дерева. Да, выглядит очень круто, но стреляет он все равно стандартными 40-миллиметровыми гильзами с шариками. И, по сути, в их исполнении это не гранатомет. Но, опять же, так как мы живем в России, если у нас такой гранатомет появится, мы можем использовать гильзы Кикшелл от того же Тагина и стрелять нормальными подствольными выстрелами. Это будет уже гранатомет. Ценник, правда, за такую штуку сейчас хотят 455 баксов. Кстати, интересно, почему до сих пор в России ни один из производителей не сделал страйкбольную версию РПГ-7? По сути, это, наверное, самый популярный гранатомет, и пора бы уже ему обрести свою нормальную страйкбольную версию. Как-то я уже рассказывал, что компания Norris Airsoft делает свою газовую версию FAMAS F1. Но все как-то, наверное, заглохло. Так вот, первая партия этих гранатометов внезапно совсем недавно вышла, и также внезапно прямо вся была раскуплена. Теперь придется ждать еще. Зато, так как он вышел, уже появились подробности, что это все-таки за зверь. Но, во-первых, это лицензионный продукт и очень точная реплика. То есть он настолько, насколько можно, копирует оригинал. В том числе, в плане разборки, и каждая винтовка имеет свой уникальный серийный номер. Внутрянка сразу стальная и надежная. Реализован режим стрельбы с отсечкой по три шарика. Вес получился 3 килограмма 340 грамм. Ценник за эту партию был 725 баксов за саму винтовку и 69 баксов за магазин. Сколько будет стоить винтовка в новой партии, пока неизвестно. Но говорят, что ее выпустят уже до конца этого года. Немножко новостей от производителей российского снаряжения компании ArsArm, потому что они разработали новый корсетный бронежилет А24 Titan 2.0. Как несложно догадаться из названия, это продолжение очень популярного броника от Arsys с учетом опыта, пожеланий пользователей, а также с новыми техническими решениями. Во-первых, пользователи просили, чтобы на спину вернули стандартные молли-стропы. И их все-таки вернули. Теперь это бронежилет, у которого сзади обычные молли-стропы. Внутри переднего и задних чехлов есть подпоры для более точной фиксации плит и мягкой баллистики. Систему крепления камербанда тоже переработали, и теперь она позволяет более плавно и точно подогнать размер подпользователя. Узел крепления защиты плеч на корсете тоже был переработан, и теперь можно окрепить плечевой модуль в разных положениях. Плечи на корсете стали длиннее на 25 мм, а фасток в случае повреждения можно легко заменить. Сами размеры переднего и заднего чехлов для плит теперь позволяют без всяких проблем размещать плиты большого размера. Новинку прямо сейчас уже можно заказать, точно у Арсарма, и скорее всего в ближайшем времени это все появится уже в наличии в магазинах. И раз уж мы поговорили про бронежилет, то давайте поговорим и про плиты. Но в этот раз от Мордор так и про достаточно интересную модель, которая называется Мифрил БР-7Н6. Их фишка заключается в том, что они имеют очень небольшой вес, всего 1,4 кг за плиту, и при этом согласно сертификату тестирования держат попадание 9х19 7Н21, 5,45х39 с пулей 7Н6 и даже 7,62х39 с пулей ПС. Еще одной фишкой этих плит является то, что во время хранения они не требуют каких-то специальных условий, и также их можно рассматривать как вариант на случай «А вдруг что?». Если вы один из тех, кто держит комплект снаряги и про запас, то такие плиты выглядят как вполне себе легкие и во всех смыслах вариант. Форм-фактор, кстати, это гранит второго размера, так что они подойдут к большинству современных броников, особенно российского производства. Сами плиты тоже сделаны в России и имеют честную площадь защиты. Ценник за штуку называют в районе 20 тысяч рублей, а купить их можно у самих Мордор так на маркетплейсах. Идем дальше. Мастерская GK-TG Custom сделала необычный вариант газового АКМ от Tokyo Marui за 876 баксов. От стандартного АКМ от Marui из внешки там, конечно, мало что осталось, но зато есть несколько интересных деталей. Цевьё стоит RGW GM Style с M-Lock интерфейсом. Ствольная коробка Daitaki EMG Sharks Bro MB47. Крышка ствольной коробки CNC Dog Leg Gen 3. Пистолетные и тактические рукоятки от 5Q, дульное устройство 360X37 тоже от 5Q. И да, там сразу стоит внутренний стволик от Lambda. И в комплекте, кстати, дают стандартный маруевский магазин на 35 шаров. Кстати, 5Q начали продавать новое цевьё для газовых MP5K от VFC. Комплект включает в себя нижнюю часть с M-Lock интерфейсом и верхнюю часть с планкой Picatinny по всей длине. Всё сделано на ЧПУ из алюминия, вес всего 300 грамм. А ценник 50 баксов. Раз уж мы затронули тему MP5 от VFC, то VFC вот-вот запустят продажи газового MP5SD3 Early Model в обновлённом варианте 2024 года. Если вдруг пропустили, то это такая лицензионная страйкбольная газовая версия с лицензионными маркировками, правильными размерами и вот этим вот всем. Там даже ресивер из штампованной стали и вес получился 3,264 кг. В версии 2024 года обещают упрощённый способ регулировки хопапа под цевьём, усиленную рукоятку заряжания, увеличенный объём цилиндра, N-Pass сразу в базе и улучшенную затворную группу с ОСМ второй версии. На момент выхода этого видео продажи вроде бы как должны уже начаться, но это не точно, а ценник называют в районе 425 баксов. Немного новостей от магазинов. Например, в магазин Strike Ball Sport, видимо, запасаясь к закрытиям сезона, просто как ни в себя завозят циму. Я, конечно, хотел больше рассказать про поставку, которая вот недавно приехала, но прямо сейчас ещё разгружают одну большую поставку, так что, наверное, про неё тоже расскажу, но всё-таки давайте по порядку, потому что здесь есть очень крутые эксклюзивы. Ну, во-первых, с портам приехала газовая серия от CIMA, то есть CGS, то есть CIMA Gas System. Это всё М-ки, внутри анка которых очень и очень похожи на маруй, но там сразу часть УСМ стальная, буфер алюминиевый, вылечены некоторые болячки маруй и отдача сильнее, чем у маруй. На корпусе стоят правильные маркировки, а стоит всё это дело где-то в два раза дешевле, чем маруй. Я прямо сейчас занимаюсь обзором на эти пушки и, скорее всего, уже на следующей неделе вам подробно про всё это дело расскажу. Спорты первые в Россию привезли газовую цимку, за что им, конечно, отдельный респект. Можете выразить его в комментариях. Конечно же, классику от CIMA Спорты тоже привезли, это и АЕК 40 серия, просто база, так сказать, и более простая и лёгкая 0.30 серия, это и куча спринговых винтовок, и это внезапно электрограч, который давно все ждали. Да, его тоже уже можно купить в России. А в новой поставке, которую прямо сейчас разгружает, есть 500 и 502 серии, это которая с полимерными бодиками, приехали расходники, магазины и лоудеры. Но самое интересное, что в этой новой поставке есть ещё какие-то газовые винтовки от CIMA, которые отличаются от этих, которые есть у меня на руках. Но об этом, видимо, позднее. Продолжая тему, у CIMA сделали реплику магазина Lancer System L5 AVN в синем исполнении. Причём лицензионную версию в коллаборации с EMG. И да, этот магазин газовый для ГББР на базе МВС от Tokyo Marui, чью систему CIMA и подхватили для своих газовых эмок. Если что, с EMG уже сделали такой магазин. И этот магазин даже идёт в комплекте вот с этой газовой эмкой. Но, видимо, теперь они решили сделать ещё и синюю версию. Самое интересное, что в оригинале Lancer System действительно делают цветные версии таких магазинов. Но вот именно в синем исполнении я такого магазина никогда не встречал. Ёмкость магазина 30 шариков, вес 350 грамм, а ценник почти 60 баксов. В это время компания Булгир запустили свой корпус для внутрянки газовых МВС от Tokyo Marui. И, как водится, сделали его на ЧПУ из алюминия D16T. Ну и за ценник в 14 тысяч рублей. А что вы хотели за редкую кастомную алюминиевую фрезерованную детальку? Смысл этой детальки знают владельцы газовых МВС. Это чтобы решить вопросы с жопой, которая рвётся у всех газовых МВС. Докину, что если вы хотите капитально решить этот вопрос, то можете ещё докупить металлическую заднюю часть и специальную антабку. Компания ASTEC, известный производитель трассерных насадок, видимо уже не знают, для чего ещё сделать трассерную насадку, и анонсировали старт продаж модулю Agent FMG9. И да, это трассерный модуль для, мягко сказать, редкого пистолет-пулемёта FMG9. Причём сделано так, что модуль устанавливается в сам FMG и не мешает складыванию. Сама насадка обладает уже стандартным для насадок ASTEC функционалом, то есть она умеет подсвечивать и красные, и зелёные шары, умеет имитировать вспышку выстрела 11 цветами и делать и то, и другое одновременно. Вес получился 29 грамм, скорострельность 35 выстрелов в секунду и заряжается от Type-C. Ценник 68 баксов. Все, кто мог, уже давно выпустили свои хайкапы, и Арктурус такие, так, а давайте мы тоже сделаем свою хайкапу. Ну и взяли и анонсировали свою газовую хайкапу. Подробностей, кроме вот этой картинки и то, что это будет в 2025 году, нет. Да и зачем какие-то подробности, когда речь идёт про хайкапу? Ещё отвечу на один вопрос. В комментариях в прошлом видео меня спрашивали, Евгений, что у тебя за кепка? Так вот, это кепка от Смола 313 Групп. И если вдруг не знаете, кто такие Смола 313, то вы наверняка знаете, потому что это те ребята, которые делают вот всякие вот такие патчи. И вот они решили сделать ещё и кепки. У меня во владении целых две таких кепки. Это одна в Black Multicammy. Я её ношу обычно на повседневку и, видимо, вот снимаюсь в роликах. И ещё у меня есть версия в Multicammy. Это когда выезжает на какие-то игры. Две штуки, у меня их есть. Я думаю, что вопрос, что за кепка, я закрыл. Идём дальше. Компания ARES, похоже, всё-таки выпустит свою версию револьверов с Midenwesson M686. Вообще, они грозились это сделать в начале прошлого года, но, видимо, что-то пошло не так, и новинка вот-вот только начинает появляться в зарубежных магазинах. Ну, точнее, пока появился только предзаказ, потому что отгрузки начнутся примерно только в августе. Ценник от 146 до 55 баксов в зависимости от версии. Более длинная и более короткая. А теперь традиционная рубрика опять про магазины, а точнее, как нажиться на магазине Планета Страйкбола. Так вот, теперь нажиться можно при покупке АК-12 от Иэнделль, потому что вам в комплект дают к автомату ещё и оружейный чехол и оружейный ремень от бренда Страйк. Причём цвет можно выбрать самостоятельно. Это тот самый случай, когда вы выбирали, от какого же производителя взять АК-12. Но теперь, видимо, выбор не стоит, потому что жажда наживы за вас всё порешала. Кстати, в планету приехала ещё и ЦИМа. В наличии куча всего АТК-ДМ-серии, причём много М-ок в цвете ТАН. Если вы заморочены на маскировке, но не хотите красить свой привод, то ТАН это вполне себе нормальный компромисс. Из болтовок приехали М24, Л96, и если нужна болтовка на светлую сторону, то там есть даже СВД-болтовка и в пластике, и в дереве. Ещё есть полуавтоматические СВД-С, СВУ-АЭС и, конечно же, ВСС-Винторез тоже от ЦИМа. Ну а если вам нужна лучшая снайперская винтовка для страйкбола, то там есть РПК-74, потому что всем же известно, что лучшая снайперка в страйкболе – это, конечно, пулемёт. Ну и докину, что в планету приехали шлемы от Кингрин. Это страйкбольные облегчённые реплики линейки Opscore Fast, и, по сути, это самый популярный шлем. Есть в цветах чёрный, ТАН, Али, Вомох и Мультикам. В это время компания UMRX запустила продажи газового пистолета Beretta IPX-RDO. Напомню основные фишки этой пушки. Во-первых, это лицензионная версия, так что копийность и лицензионные маркировки, разумеется, присутствуют. Органы управления адаптированы под обе руки, и если надо, то кнопку сброса магазина можно переставить и на левую, и на правую сторону. На затворе есть посадочное место для микроколлиматора, причём в комплекте есть целых три адаптера под разные типы коллиматоров. Магазин 22 шарика, цвета чёрные FDE, а оценник 159 баксов. Ну и напоследок расскажу, что уже этой осенью в рамках закрытия сезона на Урале мы решили повторить свою же игру образца 2020 года Огонь Бористана. С названием мы решили не мудрить, и она так и будет называться Бористан 2024. И как и первая игра серии, будет проходить на легендарном полигоне рядом с городом Азбест, что всего в 50 километрах от Екатеринбурга. На этом полигоне можно использовать абсолютно любую страйкбольную пиротехнику, и там очень крутой рельеф. А в центре полигона до сих пор сохранилась выкопанная нами в 2022 году для проекта Форпост 800-метровая окопная сеть. Помнится, мы реально неделю её там копали. Кроме окоп и холмов, там, разумеется, есть и лесная часть, да и вообще это достаточно разнообразный полигон. Сценарий также будет повторять, по сути, первый Бористан. Но вот второй день мы хотим сделать более мясным и с массовым штурмом. Так сказать, закрыть гештальт, который не получилось закрыть на проекте Форпост. Более подробная информация по игре, как вы понимаете, есть по ссылке в описании. А у меня, пожалуй, на этом всё. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами был Евгеньевич, увидимся!